windows мак windows мак windows мак windows мак всем привет друзья и сегодня вам покажу офигенный способ как же пользоваться одновременно и маку с и windows на вашем компе даже если у вас обычный windows ноутбук возможно вам даже будет интересно посмотреть как это происходит именно на маке значит несколько уже видосов назад я показывал такой же подобный видос как же делать установку винды на мак но там был способ чуть иной через программку именно bootcamp программ которая встроена уже систему именно mac os но там был чуть другой принцип то есть если нам надо перезагрузиться с маку с на windows нам надо было перезагружать компьютер то есть все через делалось через перезагрузку потом мы перезагружаем и загружаемся уже на windows потом с windows если надо обратно на мак мы опять же windows выгружаем и загружаемся по новой уже на маку с здесь же как видите все происходит очень быстро элементарно никаких перезагрузок делать не надо ничего надо ждать просто свайпом по трекпаду влево вправо вот вам windows 10 про вот вам маку с вот вам windows вот вам маку с элементарно и просто и так как это все сделать для этого способа нам надо скачать одну программку которая уже называется параллель десктоп вот она внизу у меня есть ярлычок вот такой компьютер с двумя параллельными такими полосками вот начаться в программах и и покажу побольше вот она параллель с десктоп ее можно скачать в app story или с интернета где-то там google и загугли да она как бы по идее платная вроде как 80 долларов на год то есть каждый год вы должны как бы пополнять 80 долларов то пользоваться этой вот программу линой вы конечно же можете и купить или же сделать как обычно как это все делается и на windows я конечно ребят сделал как обычно вот и сейчас вам покажу как она все работает значит если хотите как обычно google вам в помощь как это сделать итак друзья что пользоваться этой программу линой нам надо изначально скачать сам windows 10 где его взять и конечно же на официальном сайте microsoft ну чтоб вы его не искали я уже его скачал и закинул как обычно в наши соцсети вконтакте или с телеграма все сможете скачать все ссылки также если в описании прямые на скачивание значит если в группе нашей вк на и смотрите заходите в группу здесь внизу вот сбоку есть раздел ссылки нажимаете на это все дело тут открывается ссылки и здесь куча всевозможного интересного можете скачать все с яндекс диска или там с google диска где хотите ими fit и gta и короче хотите это у нас будет windows 10 где-то там найдете windows 10 вот он windows 10 найдете качаете все и устанавливаете или также с нашего телеграма прямая ссылка итак друзья вы скачали этот windows он у вас уже есть запускаете потом программку нашу параллель дэкстоп но часа не смогу показать потому что у меня уже установка произошла вот она открывается вот такое так но я вам покажу просто по скриншоту открывается окно настройки именно самого параллеля вот этого и здесь вы уже можете выбрать самостоятельно как бы создать себе свой компьютер для своих целей то есть как бы такую конфигурацию сделать выбрать из того что у вас есть здесь вы можете выставить и как видите центральный процессор и память то есть поставить сколько ядер вы хотите чтобы вас был процессор на винде как бы такой компьютер вы создаете себе да потом выставить графику сколько вы хотите выделить здесь графе графики памяти на графику потом памяти значит на оперативу сколько вы выделяете вот меня допустим 16 максимально Я могу выделить или 4, или 2, или там 8. Сколько мне надо под свои задачи. Потом вы можете настроить здесь и мышку, и клавиатуру, и жесткий диск, объемы и так далее. Короче, куча всяких настройщик. Здесь все понятно, все на русском языке. И вот здесь вверху кнопочки. Все поклацаете, все разберетесь. После чего, тут есть настройки по умолчанию, можете сделать. Нажимаете ОК, готово, и пошла загрузка Windows. Обычная загрузка Windows, там все элементарно и просто. У нас на канале, если не знаете, все пошагово я показал, как делается загрузка Windows. Занимает это дело около 10 минут. 10 минут и у вас Windows 10 готовый. Все, после чего, друзья, у вас происходит загрузка. И внизу вы нажимаете на эту программу, и у вас опять сразу же открывается вот это вот окно с Windows 10. Все, Windows 10 Pro. И давайте я вам сейчас сразу покажу. Заходим в мой компьютер, смотрим свойства. И что же у нас здесь за комп? А у нас здесь, как видите, процессор i7, это мой Macbook. Оператива у нас 8 гигабайт, но у меня на 16 я сделал половину, на 8 гигабайт. Дальше, это у меня Windows 10 Pro. И у меня Windows 10 Pro уже активирована. Хотя изначально я делал без активации. Уже потом сделал активацию. Но как это все сделать? Сейчас вам покажу, смотрите. Вот, активация. Система Windows активирована. Вот вверху указана. Как сделать активацию? Я, наверное, сделаю отдельный видос по инструкциям, потому что это все элементарно и просто, а вопросов куча. Все это делается за одну минуту. За одну минуту вы активируете любой Windows на вашем Windows ноутбуке, на Mac и где угодно. Ну, короче, в отдельном видосе, если интересно, пишите в комментариях. Да, сделаю. Так, ну и в чем же прикол этой системы и как этим пользоваться? Значит, смотрите. Здесь у нас и Windows, и Mac имеют общие файлы. То есть, общий рабочий стол, общие файлы и все так далее. Смотрите, у меня сейчас Mac OS, да? Но на Mac у меня на рабочем столе есть и ярлычок «Мой компьютер», который на Windows. Есть и программы, которые на Windows, и файлики. Все это также у нас на Windows. Вот он, мой компьютер, вот эти файлики. Вот оно все, да? Это все идентичное. Допустим, вот этот файл 1184. Мы можем открывать его из Mac. Вот он, обзор. И тот же файлик 1184 у нас открывается и с Windows. Вот он, с Windows тот же наш файл. Если же, допустим, мы удаляем тут файлик, он удаляется и с Windows. Ну, допустим, вот фотография, да? Вот она там, фоточка у нас, снимок, да? И этот же фотка у нас где? Эта фоточка у нас вот здесь она, да? Вот это тот же снимок. Да, тот же снимок. Значит, смотрите, сейчас мы его удаляем на винде. Точнее, на Mac, да? Ну, неважно, или с винды можно удалять или с мака. Смотрите, удаляем. Все, в корзину ушло. Сейчас смотрим на Windows. И на Windows этого же у нас также файлика нет. Вот, также, друзья, смотрите, мы можем даже вот это видос открывать с мака с помощью программ, которые у нас на Windows. Допустим, открыть с помощью. И можем открыть даже с помощью Windows Media Player, хотя мы сейчас на Mac. Просто как это происходит? Мы нажимаем. Нас опять же сразу перебрасывает на Windows, и мы смотрим уже с Windows Media Player. Мне по барабану, что это Windows, не Windows. Я смотрю с нужной мне программы. Если мне сейчас этого не надо, я просто делаю свайп-хоп в сторону, и все, я уже на Mac. Офигеть! Так что, друзья, вот такой-то интересный функционал программы. Однозначно рекомендую. Намного удобнее и быстрее, чем через систему Bootcamp. Но здесь винда у нас будет слегка послабее. Но все зависит от того, какие настройки вы там поставите изначально. Но если вам надо мощный и чистый Windows, это, конечно, через Bootcamp. Вот, каждому свое. Все ссылки оставил вам под видео. Переходите, смотрите. Качаете Windows 10. Если надо активация Windows, также пишите в комментариях. Все сделаем. Ставим лайк, подписываемся на канал и ждем очередные видосы. До новых встреч!